Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы с вами опять и опять, независимо от времени года, независимо от состояния той окружающей атмосферы, которая вокруг нас, но мы всегда принимаем хлеб вовремя. И пусть и сегодня этот хлеб подкрепит нас, и причем даст направление. Вы знаете, что самые маленькие стихи в Писании, они оказываются, наверное, самыми непростыми к исполнению. И сегодня я хочу взять два слова, которые являются стихом посланий к фессалоникийцам. В первом послании, в пятой главе, шестнадцатый стих. И такое слово «Всегда радуйтесь». С одной стороны, понятные два слова. «Всегда» – это «всегда». Независимо от того, какое настроение у тебя, с каким ты проснулся, независимо от того, какое настроение у тех, кто вокруг тебя, независимо от того, что на улице или что сегодня в твоих мыслях, предлагает нам апостол Павел потрясающее наставление. «Всегда радуйтесь». Я хочу посмотреть, как это возможно. И первое, что хочется предложить, понять, что Слово Божье, оно дается тем, кто верит в его авторитет. По крайней мере, оно для каждого может стать силой, но не все это понимают, не все это принимают в свою жизнь, а значит, не все пользуются. Те люди, которые доверяют, что авторство, оно авторитетное, сам Бог положил апостолу Павлу на сердце записать эти слова тогда, когда он сам находился в тюрьме. И, казалось бы, это нереально. В тех условиях римской тюрьмы, в которых находился Павел, радоваться. Но он сам это имел в своем сердце и мог делиться. И на века оставить такое повеление, потому что там в повелительном наклонении. Всегда радуйтесь. Мы в следующей программе поговорим о том, что подкрепляет эту радость. А сейчас начнем с того, чтобы принять решение. Я верю, что это Божье Слово, и оно говорит то, что оно говорит. И оно дает мне силу к исполнению того, о чем оно говорит. И поэтому я не смотрю на свое настроение, а я смотрю на источник, откуда это слово вышло в мою жизнь. И поэтому могу принять направление дня и сказать, Господь, а я верю Твоему Слову, значит, я могу принять решение, что сегодня я буду радоваться. Радоваться тому, что Ты в моей жизни. Научиться извлекать из ничтожного драгоценное. Помоги мне это сделать. И радоваться тому, что для меня уже привычно. И, казалось бы, я всегда пользовался этим и давно уже об этом не радовался. Но у меня есть семья, я могу радоваться. У меня есть здоровье, я могу радоваться. У меня есть пища на столе, я могу порадоваться. То есть какие-то обычные бытовые вещи, которые в трудные моменты жизни, истории и в России действительно вызывали радость у людей. Допустим, блокадный тогда Ленинград, когда кусок хлеба вызывал великую радость. Это то, что было границей между смертью и жизнью. И поэтому люди могли радоваться. Сегодня мы видим хлеб. Сегодня мы видим не только хлеб, но и масло, и мед, и молоко. На нашем столе может быть очень большое разнообразие. Но радость ушла. Давайте ее возвращать. Радость – это состояние, подкрепляющее нашу душу, которое делает нашу жизнь приправленной, красивой, колоритной и, более того, привлекающей внимание многих и многих людей. Потому что человек, который вдруг оказывается в транспорте, в общественном транспорте, и улыбается. На него все обратят внимание. Что-то как-то это необычно, непонятно. Давайте будем такими необычными людьми в сегодняшнем дне. А значит, вокруг себя будем не воспалять круг жизни, а зажигать, зажигать радостью. Если кто-то из вас еще не знаком с такой книгой, как «Полианна», то рекомендую ее прочитать. И научиться радоваться тому, что для нас с вами предложено на этот день. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу благословить каждого человека избытком радости, который приходит от престола Твоей славы. Благословить сейчас каждого человека к этому источнику не просто подойти, а черпать в радости из источника спасения. И я благодарю Тебя, что сегодня мы принимаем решение в этом дне радоваться, научиться извлекать из всех обстоятельств ту радость, которая станет нам подкреплением. Да будет так! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»